Музыка Работа последних шесть месяцев определяли точки роста. Безусловно, для нас промышленность на сегодняшний день является тем вектором направления, которому необходимо помогать и развивать. Потому что регион по итогам 2017 года занял первое место по собранному зерну. Но промышленность играла, я думаю, что должна играть в регионе особую роль. Поэтому мы, помня и зная о той поддержке МИМ-проторга, которая вы оказывала всегда, сейчас надеемся на продолжение этих отношений. И еще раз благодарю вас за приезд. Вы не так давно, три года назад были, чем меньше трех лет были. Мы видим уже результаты. У нас заключенный специальный инвестиционный контракт и с Левгидромаш, и с Анафия Венсис. Эти предприятия работают, показывают хорошие результаты. Но на сегодня, уже посмотрев несколько предприятий, которые являются, можно сказать, лидерами по своим направлениям, у нас есть ряд вопросов, которые хотелось бы с помощью Министерства промышленности и торговли РФ решить для региона. Рассмотреть возможности оказания содействия в части субсидий для компенсации затрат промышленных предприятий, связанных с модернизацией производства, те направления, которые как раз мы сегодня на предприятиях с вами уже обсуждали. Мы изложили наше видение, каким образом могла бы выглядеть поддержка, помимо тех институтов поддержки, существующих сейчас. И что вы рассмотрите и выскажите свою точку зрения по этому вопросу. Также мы уже с вами сегодня обсуждали, хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость развития системы муниципальных перевозок. В городе Орлем сохранена, полноценно функционирует система трамвайного сообщения, троллейбусного сообщения, но мы понимаем, что необходима модернизация подвижного состава. Не так давно была сложная ситуация с автобусным предприятием. Мы направили все средства для того, чтобы сохранить именно муниципальные предприятия. И обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность субсидирования, приобретения нового подвижного состава для обновления нашего парка. Мы получили не так давно 34 школьных автобуса, но дополнительно требуется еще большое количество. Поэтому мы делимся на поддержку Министерства промышленности и торговли. Здесь на территории региона действуют уже многолетние предприятия, лидеры в своем направлении. Тамценский завод коммунального машиностроения, который известен еще с советских времен, на сегодняшний день является одним из немногих производителей, своей собственной базой, большим количеством высокополистированных работников по производству коммунальной техники. Объем заказов сегодняшний, у которых работает предприятие 680 единиц, но мощности позволяет допускать до 2000 единиц техники. Мы просим вас рассмотреть возможности формирования заявок на поставку техники для нужд регионов Российской Федерации по линии Министерства промышленности. Это было бы хорошим подспорьем. Мы можем сохранить и даже увеличить рабочие места, но самое главное сохранить ту базу, которая является, можно сказать, передовой. Еще один вопрос, который не могу не сказать, это вопрос с финансо-экономической ситуацией завода «Зао Бармаш». Завод, который был известен на территории всей России, около 80 миллионов рублей была задолженность по заработной плате. Благодаря тому, что вы давали указания, ваши сотрудники подключались, в сегодняшний день объем задолженности снижен до 37 миллионов рублей. К сожалению, не во всех направлениях нам удалось пойти по дорожным картам, дорожной карте, и сегодня ситуация требует дополнительного контроля со стороны Министерства промышленности для активизации процессов привлечения инвестора и погашения всех долгов. Но могу сказать, с той стороны, что мы максимально регулярно в еженедельном режиме контролируем и реализацию техники для компенсации. Но я в целом думаю, что это принципиальная задача, которую мы должны решить, но требуется небольшая поддержка с вашей стороны. По автобусам для перевозки школьников мы реализовали программу в 2016-2017 годах. На этом год пока, на сегодняшний день, средства в бюджете не предусмотрено, но мы с председателем правительства на эту тему говорили, и я думаю, что при корректировке майской мы найдем такую возможность для того, чтобы регионам оказать содействие. И вашу заявку, конечно же, мы рассмотрим в первую очередь и постараемся оказать содействие. Что касается стройно-маши Ценского завода коммунального машиностроения, у нас сегодня достаточно активно развивается в целом по стране это направление. Я рассчитываю на то, что с той субсидией, которую мы второй год предоставляем предприятиям на компенсацию скидки для своих потребителей, ну и вместе с вами при поиске инвесторов должны мы решить и эту задачу. Что касается тех предприятий, которые мы сегодня посещали, и мы будем сегодня встречаться с более широким кругом представителей компаний, мы должны обязательно более активно использовать те меры понижки, которые есть сегодня у нас в министерстве и в других ведомствах федеральных, для того, чтобы обеспечить комплексный подход наряду с региональной понижкой, включая, как вы уже упомянули, механизмы специальных контрактов, более активно будем использовать с вами вместе региональный фонд, который вы недавно создали с вашим приходом. До 70% мы готовы будем софинансировать те проекты, которые вы будете на региональном уровне отбирать, ну и активнее использовать не только федеральные спики, но и региональные, по которым у вас сформирована уже законодательная база еще с 2016 года, поэтому рассчитываем тоже на вашу активную позицию. Вместе думаем, что нам удастся реализовать масштабный проект. Интенсивное развитие государственного частного партнерства, особенно актуально, учитывая, что в последние годы промышленность в регионе, если не сказать, стагнирует, но, мы вот с Андреем Георгиевичем сегодня говорили, оно требует отдельного такого внимания и импульса для того, чтобы обрабатывающая промышленность стала лидером с точки зрения секторов экономики региона по внутреннему региональному продукту. Чтобы обеспечить этот переход в режим устойчивого роста, нам вместе с вами нужно задействовать все источники, источники, которые есть на федеральном уровне, у нас в министерстве, у моих коллег из других ведомств, и, конечно же, активно нужно использовать те возможности, которые есть сегодня и на региональном уровне. Очень хорошо, что буквально недавно создан региональный фонд развития промышленности, мы долго этого момента ждали, это дает возможность предприятиям, предприятиям, причем в первую очередь это касается среднего размера проектов, там в районе 20-50 миллионов рублей. Мы просто на федеральном уровне физически сложно обработать массив поступающих предложений и проектов такого уровня, поэтому мы ограничиваем на федеральном уровне проекты размером не ниже 150 миллионов рублей, а за счет того, что региональный фонд будет отбирать вот эти малые и средние проекты, мы будем софинансировать до 70% из федерального фонда развития промышленности. Я думаю, что на тех конкурентных началах, которые сегодня фонд предоставляет, это от 1 до 5% годовых в рублях, в зависимости от того, какие это программы. Вот мы сегодня были у вас на предприятии в честь развития модульных городков. Значит, это одно из направлений, которое можно будет в том числе и использовать те механизмы, которые мы сегодня обсуждали, и фонд развития промышленности, если речь идет о расширении производственных возможностей. Но с учетом того, что вы, предприятие, больше нацелено на гособоронзаказ, а у нас сегодня есть, например, отдельная программа на фонде по диверсификации. То есть при диверсификации как раз вот процентная ставка годовая, там 1% годовых. Вот. Это второй механизм – это спики. В Орловской области два федеральных спика уже подписаны. Это «Лев Гидромаш» и «Санофи». Но при этом должны быть использованы еще и механизмы региональных спиков, в части которых есть у Орловской области возможность, которую нужно активнее использовать, поскольку все нормативные акты приняты были еще в 2016 году. И, безусловно, мы готовы предоставлять те инструменты поддержки, которые есть у нас в ведомстве, в части развития промышленной инфраструктуры. Мы постоянно идем навстречу бизнесу, регионам, для того, чтобы корректировать эти механизмы, чтобы они были более адаптивны к условиям рынка и потребностям бизнеса, предприятий, находящихся в регионах. Мы сейчас как раз активно работаем над корректировкой, если кто-то из вас слышал, 194-го постановления правительства, которое работало два года назад, практически всего год. Но была огромная заинтересованность регионов, предприятий в этой части. Но в силу дефицита бюджета два года эта мера не использовалась. С этого года мы с Минфином договорились о том, чтобы реанимировать эту меру поддержки именно по софинансированию расходов на реализацию региональных индустриальных проектов. Ну и мы сегодня с Андреем Евгеньевичем уже обменялись мнениями относительно совершенствования промышленной инфраструктуры на базе индустриальных парков. Это в том числе могут быть использованы площади старых предприятий, где территории мощности не используются или используются частично, для того, чтобы войти в реестр, разрегистрироваться как индустриальный парк, опять же, с целью получения возможной государственной поддержки, как на создание самой инфраструктуры, через прямые субсидии, либо это сам регион, вкладываясь за счет собственных средств создания инфраструктуры, будет получать возврат вложенных средств через компенсацию по получаемым налогам от резидентов этих индустриальных парков, либо это частный инвестор, мы сейчас корректируем тоже нормативную базу, такая возможность появится для того, чтобы возвращать резидентам напрямую через уплату в генеральной части налогов. Поэтому готовы сегодня в режиме свободных предложений, или, как говорят, свободного микрофона, послушать ваши идеи и предложения. И, конечно же, мы должны всегда рассчитывать на то, что экспортный потенциал предприятий Орловской области будет так же интенсивно и динамично развиваться, как и результаты прошлого года. По результатам и по статистике прошлого года экспортный потенциал Орловской области по предприятиям обрабатывающих отраслой промышленности прибавил 25%. Это хороший результат. Я очень... 25%. Я очень рассчитываю на то, что эта динамика сохранится в будущем. Я специально сегодня с собой пригласил коллег из российского экспортного центра и из фонда развития промышленности. Я надеюсь, что с учетом объективной задержки начала сегодняшней встречи у вас была возможность обменяться информацией и рассчитываю на то, что будете активно использовать все эти инструменты. Уважаемые коллеги, я в первую очередь рад вашего имени и от себя лично. Хотел бы поблагодарить Дениса Валентиновича за то, что в плотном графике нашел возможность и сегодня прибыл в Орловскую область. И за ту весомую поддержку, которую министерство промышленности и торговли оказывает Орловской области уже на протяжении долгого периода времени. В этих целях было заключено и соглашение. И одно из первых соглашений, которое было подписано с моим участием вместе с Денисом Валентиновичем, это СПИК Санафи и Авентис-Восток. Мы сегодня видим возможность реализации этого направления. Денис Валентинович об этом говорил. У нас Николай Николаевич Ембаренко присутствует. Первый СПИК на территории области. И я думаю, что как раз это те результаты, которые уже имеют место быть. И уверен, что мы должны двигаться и дальше. Денис Валентинович, я хотел бы буквально несколько слов сказать по тем показателям, которые сегодня достигнуты в области. Несмотря на то, что Орловская область принято считать аграрным регионом, 20% валов регионального продукта и более трети общих налогового поступления приходится на промышленность. И, безусловно, мы заинтересованы максимально в создании условий для развития промышленного потенциала. Но при этом есть целый ряд негативных моментов, которые мешают сегодня полноценно развивать. Прежде чем приводить к негативным тенденциям, хотел бы обратить внимание, что по итогам 2017 года рост объемов отгруженных товаров собственного производства в курсе 2016 года отмечен на следующих предприятиях. Значительный рост. Это Мценский литейный завод 157%, протон 147%, автоагрегат, промприбор 112%, лифт-гидромаш 111,5%, а спаз почти на 110%, лифтный насос на 102%. И, в целом, мы фиксируем по итогам 2017 года рост промышленного производства, даже несмотря на те сложные обстоятельства, которые есть. В регионе реализуется областная государственная программа развития промышленности области с 2017 по 2025 год. По итогам 2017 года достигнуты основные целевые показатели. Мы ведем активную работу по созданию частных инвестиционных фондов. В настоящее время создан такой фонд с участием российско-израильских капиталов. Также правительством разработан план мероприятий по содействию импортозамещению на 2016-2020 годы. В рамках совместной работы с мимпромпуторгом в России в июле прошлого года намечены планы по развитию предприятий машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности области. В августе 2017 года с представителями департамента радиоэлектронной промышленности и мимпромпуторга обсуждены вопросы развития предприятий электронной промышленности области. Мы здесь также рассчитываем на поддержку министерства и расширение участия наших предприятий в программах производства импортозамещающей продукции. При содействии мимпромпуторга в области реализуются мероприятия, направленные на стимулирование инновационной и научно-технической деятельности в промышленной сфере. Налажено взаимодействие с фондом содействия и развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Плотно сотрудничаем с фондом содействия инноваций. Стремимся использовать все возможности для поддержки промышленных предприятий. Но я не сторонник говорить, что у нас этих механизмов достаточно и мы можем остановиться. Действительно, сегодняшняя рабочая поездка позволяет с более тесным, более глубоким пониманием возможностей мимпромпуторга, объединения и управлений сейчас активизировать эту работу. Мы активно в ней будем участвовать. Не могу не сказать про проблему высокой стоимости энергоносителей, роста цен на сырье, в первую очередь на металл, сложность с подключением дополнительных энергетических мощностей, при вводе новых промышленных объектов. И в этом спектре большая часть проблем выходит за пределы полномочий региона, региональных властей. И, уважаемый Денис Валентинович, мы рассчитываем, что Минпромторг России окажет предприятиям промышленности региона содействие в их решении. Потому что даже после сегодняшней встречи мы дополнительно сформулируем те задачи, которые есть для более тесного взаимодействия. Ну и после послания, которое было, послание президента, Лисфекислава Владимировича Путина на Федеральному собранию 1 марта, перед нами стоит задача по увеличению производительности труда на новой технологической управленческой кадровой основе, увеличение инвестиций в части модернизации технологического переворужения, производства обновлений, промышленности, развития несырьевого экспорта. Правительство области, можете быть уверены, приложат все усилия для того, чтобы решить эти задачи на региональном уровне. При федеральной поддержке, я думаю, что мы гораздо более активно сможем обеспечить условия для научно-технического и инновационного развития орловской промышленности. Уважаемый Денис Валентинович, еще раз обращаюсь с просьбой, с предложением поддержать, увидев, и уже не первый раз посетив Орловскую область, поддержать Орловскую область в решении этих важных задач. И хочу еще раз поблагодарить вас за внимательное отношение. Я абсолютно уверен, что впредь мы будем стараться предлагать проекты, которые могут быть реализованы, и со стороны Минпромторга получать поддержку. Спасибо. Как вы оцениваете потенциал орловской промышленности? Потенциал орловской промышленности хороший. И с учетом того, что я второй раз посещаю Орел, и три года назад здесь был, есть ряд положительных изменений, но еще много, что нужно сделать. Об этом мы сегодня с Андреем Евгеньевичем договорились, в том числе используя те механизмы поддержки, которые есть на федеральном уровне, те возможности, которые есть у региона, их активнее будет регион использовать в части региональных спецназных контрактов, в части недавно созданного Андреем Евгеньевичем фонда развития промышленности. Мы обязательно со своей стороны обеспечим софинансирование его, для того, чтобы можно было отбирать малые и средние уровни проекта, которые сложно достаточно на федеральном уровне отбирать, это будет правильно. Ну а что касается конкретных проектов, мы сегодня посетили два предприятия, одно из них «Орел Техмаш» в части, например, диверсификации. Мы с коллегами договорились о том, чтобы, используя опыт наработки, поставки модульных платформ в рамках гособоронзаказа, использовать это как в гражданских целях, для поставки гражданским потребителям, нефтегазовым компаниям. Компания «Протон» по приборостроению, мы сегодня с Андреем Евгеньевичем договорились о том, что будем формировать кластер по приборостроению, и он востребован в регионе с учетом потенциала, в том числе по образовательной составляющей, для того, чтобы Орловский государственный университет подключился к этой работе с целью создания новых образцов промышленной продукции с расширением номенклатуры поставки на внутренний рынок и на внешний рынок. На самом деле вопрос сотрудничества с Министерством промышленной торговли, лично с Денисом Валентиновичем, для Орловской области уже реализуется не первый год, было подписано соглашение, и сегодня мы посмотрели, безусловно, не все, но лишь малую часть предприятий. В второй момент Денис Валентинович говорил о том, что мы должны использовать максимально и образовательные потенциалы региона, и в этой связи мы обсудили, и регион будет готовить предложения по формированию на базе существующих средних профессиональных учреждений. Мы, как сейчас модно говорить, центр среднепрофессионального образования с общежитиями, с новыми промышленными площадками для испытаний, и это одно из направлений, которые действительно интересны для области. Но мы также обсуждали вопросы перерабатывающей промышленности, для нас это актуально, мы будем готовить предложения для того, чтобы поучаствовать в мерах поддержки Минпромторга. Не могу не сказать, мы пользуемся хорошим отношением Министерства промышленности к Орловской области и к другим регионам. Мы обратились с просьбой предоставить нам дополнительное количество и машин скорой помощи, и автобусов для перевозки детей в школу, также подвижного состава для муниципального транспорта. И я думаю, что сейчас вот те обращения, которые есть, как и всегда, Министерство промышленности и торговли поддержит, но и мы, со своей стороны, будем создавать условия для развития именно промышленного потенциала, напомню, это 20% экономики нашего региона.